Здравствуйте, Джессика. Как ты думаешь, когда началась жизнь? Когда случился большой взрыв? Очень хорошо. А конкретно твоя? С момента рождения. Хорошо. Это твоя жизнь здесь, на Земле, так? Да. А когда началась твоя жизнь, с точки зрения биохимии? Не знаю. Может быть, еще до зачатия? Это та программа, благодаря которой появилась ты, такая как есть, с определенным набором генов и хромосом. Это все было еще до зачатия тебя. Возможно, от бабушки ты унаследовала родинку на шее, или от мамы черты лица, форму, носа, губ, а может быть от кого-то по линии отца. Таким образом, внешность человека определяется его родословной. Давай сейчас проведем один эксперимент. Надень, пожалуйста, эту футболку. Представь, что ты не знаешь, что изображено на ней. Мы видим, какой здесь рисунок, а ты нет, потому что не можешь посмотреть со стороны. Рисунок будет означать симптом. На футболке изображено дерево. Это источник происхождения твоих характеристик и симптомов. Они могут быть как результатом твоей собственной жизни, окружающей жизни в мире, так и последствием прошлой жизни. Благодаря протоколам биодекодирования, мы сможем найти источник происхождения симптома, родословных человека. Мы посмотрим на разные поколения, матери и отца, их родителей, бабушек и дедушек и другие поколения. Если посмотреть на дерево целиком, то мы увидим единство. Представь, что эти деревья твои бабушка и дедушка, они связаны с твоей мамой и своими родителями. Они не только касаются друг друга ветками, но и переплетены корнями под землей. Так происходит эта взаимосвязь. И нам нужно найти тот момент, когда появился симптом. Мы продолжаем двигаться дальше, по линии времени. До того момента, когда увидим такой же или похожий симптом. Он не оставил свой отпечаток. Мы будем работать с прошлым. Найдем того предка, у которого в жизни случился конфликт. Заглянем в тот самый момент, когда человек начал ощущать этот симптом, переживать его где-то очень глубоко, тщательно скрывая. Так симптом передался от поколения к поколению и проявился в твоей жизни, в твоем теле. В этом заключается трансгенерационное наследование. Работая с ним, нужно найти программирующий конфликт, который кроется в родославном дереве. Все понятно. Есть какие-то вопросы? Да, все понятно. Очень хорошо. Джессика, есть ли у тебя что-то, что тебе давно не нравится? Из-за чего ты переживаешь? То, что тебя расстраивает и мешает жить? Может быть, какой-то неприятный симптом? Да, есть такой. У меня на лице очень плохая кожа из-за акне. А если кто-то обращает на это внимание и говорит неприятные слова, что ты чувствуешь внутри? Я очень расстраиваюсь. Чувствую себя некрасивой. В общем, очень неприятно внутри. А теперь вспомни какой-нибудь момент из жизни, когда ты ощущала подобные эмоции. Тот случай, когда тебе кто-то сказал неприятные слова о тебе или твоей внешности. Тебе было грустно и больно из-за этого. Не знаю, подойдет ли этот случай, но когда я училась в четвертом классе, у меня умерла мама. После этого у меня на руке появилась большая бородавка. Все видели, и я чувствовала себя ужасно из-за этого. Вот это та ситуация, которая повлияла на тебя и твое внутреннее ощущение, так? Какие чувства ты испытываешь сейчас, в более взрослом возрасте? Что ты ощущаешь в теле? Очень неприятные ощущения в горле. Чувствую что-то противное. Хорошо. Запомни это ощущение, эмоцию. И давай попробуем отыскать тот момент, когда они появились в твоей родословной. Найдем того человека, кто испытывал то же самое. Такие же ощущения. Поскольку это биологические ощущения в теле человека. Итак, мы пойдем по дороге, которая представляет твое родословное дерево. Справа линия матери, поколение родителей, бабушек, дедушек и т.д. А слева линия отца, его родителей, бабушек и других предков. Мы находимся здесь. Каждое дерево в ряду означает поколение. Хорошо? Нужно с помощью ощущения определить то поколение. Пойдем к поколению родителей. Не надо пытаться искать, подключая ум. Постарайся руками, как будто локаторами, найти те самые эмоции, что у тебя внутри. Ты же помнишь свои ощущения? Да. Чувствуешь? Да. Подойдем к следующему поколению бабушек и дедушек, то есть родителей твоих мамы и папы. Ощущения чуть меньше. Хорошо, меньше. Идем в следующее поколение. Слушаю свое тело, ощущения в горле. Как сейчас, Джессика? Оно еще сохраняется, но уже заметно меньше. Так, хорошо. Значит, место появления симптомов все-таки еще не здесь. Так, следующее поколение. Нет, не здесь. Хорошо, идем дальше, пока это ощущение полностью не исчезнет. Слушай свое тело, ни о чем не думай. И скажи, когда ощущение исчезнет. Это здесь. Если ощущение исчезло, значит, ты сможешь почувствовать себя со своим предком. Встань сюда. Что ты чувствуешь? Совсем небольшое ощущение. Так, на какой стороне ты это чувствуешь? Той или этой? На стороне линии мамы? Нет, чувства на этой стороне. Хорошо, теперь посмотрим, кто этот человек, твой предок. Закрой глаза. Можешь прикоснуться к дереву. Так, ты чувствуешь связь с этим человеком, своим предком, который испытывает те же ощущения, что и ты. Скажи, это мужчина или женщина? Мужчина. В каком он возрасте? Детском, взрослом, пожилом? Взрослом. Очень хорошо. Что происходит сейчас с ним? Что он чувствует прямо сейчас? Почему он испытывает это ощущение в горле? Что проживает сейчас этот взрослый мужчина? Что он ощущает глубоко внутри? Я чувствую, он одинок. Я не вижу семьи. Хорошо, он один, у него нет семьи. Продолжай слушать и ощущать руками, слушать сердцем. Оно помогает поддерживать связь. Чувствуй, что в душе у него одиночество. Так, продолжай. Хорошо. Что конкретно он чувствует? Одиночество. Холод. Может быть, он столкнулся с унижением и оскорблением? Его не уважают? Он чувствует отторжение. Так, отторжение. У него нет семьи. Чувствует ли он уважение к себе? То есть, он не чувствует уважения к себе, и у него нет поддержки семьи. Какие он испытывает эмоции, когда он не чувствует к себе уважения? Грусть, смятение, смятение. Он ощущает униженность и обесценивание. Да, у него нет чувства защищенности. Так, нет защиты. Посмотри на этого мужчину. В чем он нуждается прямо сейчас, в этот момент? Чтобы кто-то был рядом. Кто? Семья. Представь, что ты смотришь на него. Так, продолжай. Представь, что ты даешь ему, своему прапрадедушке, чувство защищенности. И скажи ему об этом. Прапрадедушка, прими мою поддержку. Я твоя семья. Как теперь ощущает себя этот мужчина? Уже лучше. Хорошо. Прикоснись к его лицу, щекам, посмотри в глаза. Я представляю его руку, и ощущаю, что через нее ему стало лучше, и он не чувствует себя уже так плохо. Очень хорошо. Так, с помощью образов мы посмотрели на его историю. А теперь закончим. Сделай глубокий вдох и выдох. Как ты себя ощущаешь сейчас? Гораздо лучше. Я чувствую себя взрослее, сильнее. Я ощущаю уверенность, которой раньше не было. Хорошо. Хочешь что-то сказать своему прапрадедушке? Дорогой дедушка, спасибо. Я направляю тебе свою поддержку и защиту. Я теперь знаю, что ты часть моей семьи. Отлично. Какие у тебя сейчас ощущения в теле? Все хорошо. А теперь пойдем в будущее. Выйдем из прошлого. Вернемся в свое настоящее. Не торопясь, как тебе удобно. Оставляй за собой поколение своих предков. Изменив программирующий конфликт, который передался по наследству от твоего предка, ты возвращаешься с новыми силами. Какие ты ощущаешь изменения? Сейчас ты уже взрослая, живешь в другом городе. Мам рядом нет. Что ты сейчас ощущаешь внутри? После того, как я почувствовала связь со своим прапрадедушкой, я ощущаю себя уже совсем по-другому. Совершенно не так, как обычно. Какое у тебя сейчас отношение к себе? Я продолжаю чувствовать жизненную силу после разговора, несмотря на то, что эта практика уже закончилась. Да, это жизненная сила у тебя внутри, чтобы в жизни не случилось, даже когда мамы нет. Эти силы ты сохранишь и в будущем, когда станешь взрослой, через много лет, например, в 40 лет. Будешь их ощущать и в 50 лет, на физическом и духовном уровнях. Да, отлично. Посмотрим, как будет дальше. Спасибо. 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 Спасибо.